Сегодня в общественной палате состояли слушания, посвященные обеспечению инновационного развития экономики России. По мнению многих авторитетных экспертов, сегодня наша страна стоит перед выбором. С одной стороны, необходимо догонять передовые мировые экономики, а с другой стороны, есть шанс навсегда остаться в догоняющих. На ваш взгляд, по какому пути пойдет Россия? Дальнейший рост экономики России в наибольшей степени связан с ростом производительности труда. Почему? Население страны бурно не растет, мы не Китай, а головой продукт надо как-то расти. Каким образом? Повышать производительность труда. А чем вы будете повышать производительность труда? Кроме автоматизации, мало кто придумал что-нибудь новое. Автоматизация без IT практически невозможна. То есть, роль IT не только в том, чтобы оставлять какую-то часть экономики страны сама по себе и в ней работать какое-то количество людей, но прежде всего в том, что она улучшает производительность труда, а тем самым способствует ускоренному росту нового национального продукта в стране. Зачем нужно выращивать ВВП, думаю, рассказывать не надо. Теперь давайте посмотрим на мировую экономику, на опыт мировой и на то, что говорит теория экономики. Есть корреляция между тем, как растет экономика и какой уровень потребления IT в стране. Она очень жесткая, прямо пропорциональная. У нас чуть больше 1%, в развитых странах 4%. ВВП составляют IT. И производительность труда в России 26% от американской. Как информационные технологии могут повлиять на экономическое развитие России? Да очень просто. Смотрите, если мы с вами поднимем производительность труда в два раза, а, кстати говоря, по основопоказающим документам, определенным руководством страны до 2018 года, нам необходимо в российской экономике в среднем поднять производительность труда в полтора раза. А как мы это будем делать? Только с помощью ускоренного внедрения информационных технологий. Измерить очень просто. Еще раз говорю, производительность труда. У нас нет цели поставить больше компьютеров, это все ерунда. Цель конечная. Экономика растет или нет? Население у нас с вами не растет. Это в Китае каждый год на рабочих рук появляется новых 20 миллионов человек. Просто новых рабочих. Молодых выросло и их надо устраивать. А что это можно выращивать экстенсивным путем экономика? На ваш взгляд, насколько эффективны российский бизнес и государственные структуры с точки зрения информатизации? Есть те отрасли, где информационные технологии внедряются больше, которые больше IT-емкие, если можно так сказать. К ним относятся банковское дело, телеком, ряд других отраслей. Так вот, в этих отраслях рост ежегодный этих отраслей на 3,6% больше, чем средний рост экономики в стране. То есть, мы здесь видим, что там, где активнее внедряют IT, получают и больше рост. То есть, и на этой земле это работает точно так же, как и в Европе, Японии, Америке, Азии и так далее. С этой точки зрения Россия не исключение никоим образом. А IT все отрасли покорны. Россия вынуждена пойти по пути интенсификации и повышения производительности труда. Другого пути роста экономики страны просто нет. Потому что просто минеральные ресурсы они не возобновляем, а роста населения нет. Если кто-то придумает, каким образом мифическим расти экономику страны без повышения производительности труда, я хочу на него посмотреть. Без автоматизации и производительности труда не поднять. Автоматизацию без IT тоже не поднять. Соответственно, будем заниматься скорым развитием IT. Как быстро мы это все сможем реализовать на практике, внедрить подходы и системы, это, конечно, покажет время. Сейчас Ассоциация предприятий компьютерных информационных технологий совместно с компанией McKinsey проработала документ об основных направлениях развития информационных технологий в России до 2020 года. Этот документ очень интересный. И как раз в нем более детально, чем в этом коротком интервью, описывается, как же конкретно стоит ускоренным образом развивать информационные технологии в Россию для достижения общего успеха экономики России. И этот документ, безусловно, без широкого обсуждения с профессионалами, с государственными структурами, без широкого обсуждения в обществе, реализовать не получится. Продолжение следует...